Ты знаешь, Андрею, митинговать сейчас в тренде, это очень модно. Или? Батьки ученых одни из столичных школ влаштовали свой митинг. Ихними малев дома молюют Христи и говорят про пекло. Слушай, а ты видишь эту тенденцию, да? То есть, значит, чуть что, сейчас все устраивают митинги. Митинг, баррикады. Друзья, скажите, ну, а вот вы уверены, что ваши дети на уроках учат таблицу умножения? А не распевая там какие-то церковные песни, кто вербует учеников, разбиралась наша очень впечатлительная Лена Филонова. Пока желающие вступить в Евросоюз митингуют на Майдане, под одной из столичных школ собрался свой Майдан. Когда она мне рассказала эту ситуацию, меня это крайне возмутило. Мы с мужем были в шоке. Я сама была в шоке, когда это услышала. Забирают с урока математики и ведут на беседу на религиозную тематику. А вдруг ребенок не хочет? А здесь никто не спрашивает, хочет он или не хочет. Они на хоровом кружке заставляют детей петь псалмы вместо обычных детских песен. Когда наша учительница уходила на больничный, приходила другая учительница, Людмила Степановна, и вместо математики она проводила уроки, на которых рассказывались истории на религиозные темы. Рассказывали про ад, как они будут гореть в ад. У меня вместо урока математики лекция была про апостола Андрея, по-моему. И вот в прошлом году меня на такие лекции вводили раз в пять. Нас тоже, да. Два года назад в 25-й школе по неизвестной никому причине в кабинете биологии прописали общественную организацию «Украина православная». Факультатив по христианской этике подвязали к вводившемуся на тот момент эксперименту преподавания по методу Кушинского. Это основоположник педагогики в России. И он не имеет абсолютно никакого отношения к церкви. Но спустя время классы даже задекорировали по церковному феншую. Литература появилась из стенда иконы. Но мне всегда казалось, что религия – это нечто интимное и добровольное. Но так казалось не только мне, но и тому, кто занес это в Конституцию Украины. Цитирую, статья 35-я. «Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедать любую религию или не исповедовать никакой». Вот так. А начиналось всё абсолютно безобидно. «Когда мы поступали в этот класс, мне сказали, что там будет вестись факультатив, христианская этика. На самом деле, при ближайшем рассмотрении оказалось, что там не то, чтобы факультатив. Дети крестятся на уроках, дети крестятся перед уроками, там висят иконы. Если у кого-то именины, там пелись аллилуйя на весь класс. Моего ребёнка довели буквально до слёз. Она сказала, что мама моя сказала, что я не буду ходить на этот класс. Ей сказали, если ты не будешь, вообще собирайся и уходи. Вот тебе и факультатив. Сам по себе эксперимент, он и не включал церковную науку. Просто под соусом системы Ушинского вводили дополнительные предметы на религиозную тему. Это то, что мы называем рейдерским захватом школы. То, что из светской школы хотят превратиться в коллегиум. А чем не идеальное место для коллегиума? Прямо Андреевская церковь, слева десятинная. Того и гляди выпускные начали бы праздновать в рясах. Но родители подняли панику и даваясь строчить жалобы во все инстанции. Премьер-министру, Генеральную прокуратуру, Министерство образования, Департамент освяти и науки, Выконавчий орган Киевской міськой рады. Эксперимент приостановили. Вот только ремарочка. Есть злодейское сгортание эксперименту, который не был даже подтвержден Министерством освяти. Это просто выгадка, которую пытались впровадить и задним числом законить. На этом как раз и строился этот эксперимент, что его впровадили вроде бы легально, а на самом деле смысл был совсем другой. В чем вы уже сами знаете? Что ж, одну сторону вы слушали. В школу детям! Верните 25-ю школу детям! Хочу спросить и другую. Звоню заведующей Раяно, которая и внедряла данный эксперимент Ушинского. На госпожу Ярову еще раз хочу обратить внимание, что завтра Раяно занимается потворствованием, потому что какие-то у нее есть, видимо, свои причины. Хм, заодно и узнаешь! Добрый день, меня зовут Елена, я представитель нового канала. Скажите, пожалуйста, я знаю, вы сейчас едете в 25-ю школу, правильно? Нет, не совсем правильно. Я сейчас собираюсь сначала на избирательный участок, который у меня в управлении. Понедельник, в котором часу мы можем с вами пообщаться и встретиться? Давайте мы в 9-20, например, наберите меня, хорошо? Чтобы вы даже не сомневались, когда я позвонила, Евгения, не выслушав меня, бросила трубку. Для того, чтобы меня опознать, ей понадобилось 3 секунды. После этого ее телефон не отвечал, а мои смс остались без ответа. Но в тот же день Раяно предложила сразу 3 кандидата на пост директора, которые пустуют уже 2 месяца. И пообещала возмущенным родителям до конца недели решить вопрос с захватчиками. Что ж, подождем недельку. Евгения Валентиновна, вам отдельный привет. Вас разве не учили, что обманывать нехорошо? В 9-20, например, наберите меня, хорошо?